Здравствуйте, друзья! У нас сегодня встреча со Светланой Кав. Мы ненадолго. Первое. Скажите, пожалуйста, Светлана, вот у вас есть позиция в офисе, я знаю. Два слова опишите, потому что, может быть, кто-то из наших зрителей заинтересуется. Это локально? Это вот прямо нужно жить в Сан-Франциско? Что это за позиция? Вот у нас сейчас открыта позиция на полную ставку, то есть полный рабочий день. Жить в Сан-Франциско не обязательно, просто позиция с понедельника по пятницу, полный рабочий день, то есть имеется в виду с 9 до 5 или с 10 до 6, 5 дней в неделю, можно не жить в Сан-Франциско, но работать в офисе исключительно. И это для человека, который будет так называемый legal assistant, не обязательно для этого иметь юридическое или какое-то legal образование, но человек должен быть грамотным на русском и английском языках. И, в принципе, желательно, чтобы это были люди, у кого русский язык – родной язык, у кого есть право на работу, и кто заинтересован, ну, не на шорчером, то есть человек, который хотел бы там год-два поработать, вот желание делать что-то интересное, что-то новое, работа довольно такая быстро двигающаяся. Это с людьми больше работа или больше у компьютера там? Это вначале больше работа с бумагами, то есть это нужно переводить документы, нужно заполнять формы, нужно быть внимательным, честным, работать хорошо в коллективе, но также уметь и хотеть работать самостоятельно тоже. То есть владение минимальное компьютером, то есть там Microsoft Word и Google. Такой вопрос. Я знаю, что вот приезжают люди с юридическим образованием, то есть вы сказали, что это необязательно, но у меня вот такой аспект. Если у человека есть юридическое образование, и он хочет потихонечку вырасти как бы специалиста там и так далее, это как бы будет ему, во-первых, будет ли это ему в плюс в ваших глазах, и будет ли ему как бы вот работа в офисе на такой позиции, будет ли это как бы ступенькой в направлении к профессиональному становлению? Вот это хороший вопрос, и да, это будет плюсом, и да, мы хотим, чтобы люди росли внутри компании, пусть у нас небольшая компания, но у нас все-таки компания, и у нас есть люди, которые выросли на следующую позицию. То есть если человек заинтересован потом дальше стать юристом или пойти учиться на Paralegal, это будет только плюсом, поэтому просто хочется человека, который не ищет просто на месяц-два подработку, и мы хотим людей, человека, который будет работать только с нами. То есть мы готовы дать 40 часов в неделю или даже больше, но чтобы это был человек, который заинтересован и коммитет работать с нами. Ну да, и чтобы он не в трех местах работал. Есть люди, которые работают сразу на много офисов, там тут полдня, здесь полдня, то есть речь это о постоянной такой позиции 100%. Да, постоянно, потому что иногда бывает нужно позже задержаться, иногда нужно в выходной прийти поработать, естественно, это все компенсируется соответствующе, поэтому если кто-то заинтересован, мы бы хотели, чтобы люди обращались. Это те, кто уже имеет право на работу. То есть у нас в связи с тем, что маленькая компания, нет возможности спонсировать кого-то на рабочей жизни, поэтому это должен быть человек, который уже имеет право на работу в любом статусе. А если человек позвонит завтра и скажет, Светлана, я живу там в Орландо, но вот я очень хочу, и вот я готов приехать, вот что вы будете делать? Мы можем сделать. У нас есть очень хороший адвокат, который с нами работает, лицензованная, которая приехала из другого штата, и мы с ней по скайпу проводили несколько интервью, и нас все строило ее тоже, она приехала. У нас обычно первые три месяца, это такой называемый испытательный срок, когда человек работает как контрактор, и потом, если все хорошо, тогда мы переводим на полтайм уже W2 позицию. Если человек в другом штате, мы, к сожалению, не можем заплатить за переезд, но если по скайпу проведем интервью, и человек все устроит, и нас тоже, тогда почему нет? Без вопросов. Хорошо. Так, Светлана, я знаю из ваших новостей, у вас теперь страничка на Фейсбуке, и вы как бы не то чтобы сильно там нуждались в рекламе какой-то, я так, судя по вашему графику, я вот знаю, что до вас никогда не достучишься, и не дозвонишься. Меня спрашивают, а как конкретно там добраться до Светланы? Значит, вызовели страничку на Фейсбуке. Я хочу нашим зрителям сказать, что обстоятельства довольно, ну, по-своему, юморные, да, то есть кто-то открыл страничку для офиса Светланы Каф, не будучи офисом Светланы Каф, и не имея к нему никакого отношения. Это какие-то злобные люди, или это просто тролли такие, то есть ущерб есть какой-то с вот такой деятельности? Ну вот ущерба нет, но просто вы правы, то есть это какой-то такой немножко юмор, и странное такое поведение людей, которые решили потратить свое время, чтобы создать для меня страничку, написав, что это лофис Светлана Каф, и привлекли несколько человек, написали там какие-то интересные выдуманные факты. Мы решили все-таки, наверное, время, наверное, кому-то очень хочется, чтобы у нас была Фейсбук-страничка, вот нас ее не было, и мы решили, что надо все-таки свою красивую Фейсбук-страничку создать, и вот мы ее недавно создали туда, несколько ваших замечательных видео тоже поместили, поместили туда линки на Елп-страничку, на АВ и так далее. На русском, на английском? Ну, найти ее можно на русском и на английском, как бы название, вот, а там есть, ну, как бы, линки на разные сайты, где можно меня найти, естественно, ваши видео, они на русском языке, вот есть видео про наш офис и так далее, поэтому если кому-то хочется увидеть нас на Фейсбуке, заходите на страничку, где много всяких видео, включая Михаила видео, и там тогда вы поймете, что это настоящая страничка. Хорошо. Оно на выдуманной страничке написано, внутри странички, что, ребята, это страничка выдуманная, но Фейсбук еще не успел ее снять. А там написано? Нет, там просто написано, что это выдуманная страничка, вот, но просто Фейсбук долго у них время занимает, чтобы были у них в приоритете, чтобы ее убрать, поэтому кому интересно увидеть нас на Фейсбуке, посмотреть красивые картинки, посмотреть линки там на разные сайты, вот на фотографии нашего офиса, тогда приглашаем зайти, посмотреть нашу Фейсбук страницу. Светлана, давайте из того, что вот я часто получаю в виде вопросов, я веду стримы каждую пятницу, и там вопросы. Вот частый вопрос, например, в обработке новых кейсов по политическому убежищу, что происходит, во-первых, то есть какой процент они-таки, да, обрабатывают быстро, или может быть уже все подряд отрабатывают быстро, и второй вопрос, это с какого конца и с какой скоростью разбирается та очередь, которая раньше создалась, и вот что с ней происходит. Очень разные мнения высказываются. Сейчас расскажу, что происходит сегодня, но есть шанс, что через пару недель или месяц это все опять поменяется. У нас, значит, с 11 сентября поменялись порядки подачи документов по всем петициям, то есть не только по всем иммиграционным петициям, с 11 сентября новый порядок. Еще день такой подобрали. Да, да, вот, чтобы не забыть, какого числа. Так. Значит, порядок такой, что все петиции иммиграционные, то есть это имеется в виду статус беженца, грин-карты, гражданство, соединения, бизнес-визы, положено подавать полностью все, что нужно, чтобы доказать, что кейс существует и что есть факты, подтверждающие, что человек имеет право на определенный бенефит. Это не значит, что человек не может добавить что-то потом, особенно для статуса беженца. Так. Но это значит, что теперь только с историей и с некоторыми справками мы обязаны подавать документы на статус беженца. Вот. И есть шанс, что не будет запроса на дополнительные документы, если этого не захочет иммиграционный инспектор, который рассматривает кейс, то есть иммиграционный офисер, который рассматривает любой кейс, это будет up to their discretion, то есть по их выбору. Захотят, попросят дополнительные документы, захотят, просто скажут, мы отказываем. Я только извиняюсь, если он отказывает, нельзя через неделю еще раз подавать? Я хотела только до этого дойти, не успела. Просто если отказали, ну кроме статуса беженца, это не значит, что нельзя подать еще два раза, или три раза, или пять, и абсолютно можно на следующий день это подать все опять. То есть почему, ну, мое мнение, почему это происходит, то есть я это нигде не читала, но я так грубо размещаю, что когда был запрос на дополнительные документы, вот этот request for evidence, ничего не нужно было платить больше в иммиграционную службу, то есть мы заплатили пошлину, допустим, 1225 долларов за подачу на гринкарт, мы заплатили, а потом пришел request for evidence, платить ничего не надо, но удается два-три месяца, чтобы прислать дополнительные документы. А что сейчас будет происходить? Если будет отказ, нужно опять платить 1225 долларов, чтобы прислать по новой все, включая то, что попросили в этом, ну, написали, чего не хватает в отказе. То есть мое мнение, это чисто финансовая сторона вопроса, поэтому так сделали. Но мотивация, которая, ну, как объясняет инновационная служба, почему они это делают? Они говорят, ну, потому что мы хотим отсеять левые или абсолютно пустые, не доказанные никак петиции. Дело в том, что левых петиций очень много и обычно они лучше доказаны, чем не левые петиции. Поэтому те, кто хочет что-то создать, они обычно очень подготовленные и как раз все и подают вовремя и сразу. Вот, поэтому мое мнение, что это чисто финансовая часть вопроса, и я это говорю к тому, чтобы люди не сильно пугались и расстраивались, что, окей, если вдруг мне откажут на грин-карте или гражданство, что же я буду делать? Или там на экстраодинарную, да, как бы, биду. Отойдем опять. Просто будет та же стоимость переподачи, как была бы стоимость, допустим, оплаты адвокату на ответ на реквест в реведенсе, только разница в том, что надо будет опять пошлину запустить. Все-таки давайте, значит, я хочу уточнить. Вы сказали, для всех, кроме статуса беженца. Да, почему бы... Если он подает на политическое убежище, да, и ему отказали, допустим, у него теперь есть возможность сказать, что-то тут он не обоснованно, на какую-то ерунду подает, отказать. Что после этого? Мы еще не знаем, что после этого, потому что еще нет никакого прецедента, потому что это правило только вступило в силу 11 сентября, вот только несколько дней назад, и еще нет, прецедента быть не может. А для тех, кто подал без истории. Ну, я думаю, что могут не дать ответ вовремя, и может истечь срок времени подачи по новой, и у нас просто никаких прецедентов, что произойдет в таких случаях, нет. Поэтому неизвестно, или будут принимать новое заявление, или нет, если будет отказ. Поэтому просто опасно рисковать и пробовать, смотреть, что будет. Но со статусом беженца, я бы сказала, просто это своеобразный немножко путь, потому что там можно очень мало информации написать, и все равно без собеседования они не должны давать ответ. Потому что человек может написать любую историю, но факт в том, что человека должны проверить на кредобилоте, то есть правдиво человек отвечает или нет. Поэтому, по идее, невозможно принять решение без личного собеседования на статус беженца, а по другим категориям принимаются решения без беседы только на бумаге. Вот. Но чтобы вернуться обратно к вашему вопросу, нас в основном люди, которые нас слушают, наверное, их интересует статус беженца, ну, большая часть людей. Потому что все остальные вопросы, это все очень просто. Отказали, подаем снова, просто нужно платить опять. Вот. А статус беженца мы сейчас подаем после 11 сентября с историей документы и хотя бы с минимальным количеством каких-то подтверждающих документов. Если есть история и ни одного подтверждающего документа по идее не могут все равно отказать без собеседования, и обычно можно донести даже в день собеседования эти справки и разные репорты полицейские и так далее, это просто по усмотрению офицера. Потому что вот у нас совсем недавно человек прошел без единой справки, хотя последних уже там энное количество лет требуют, чтобы справки были. я просто говорю, что на статус беженца сегодня мы должны готовить полностью весь кейс. То есть поменялось то, что мы теперь без истории не можем ни одного кейса подать. Вот такая есть, как бы сказать, подозрительная ситуация, когда то ли саботаж, то ли просто технически глючат какие-то системы. ну вот допустим сайт, на котором люди должны отправить свои формы DS-260 победителей грин-карт-лотерии, они в течение месяца не могут технически пройти сообщение ошибкости на сервере. Обычно это можно по почте тоже отправить. То есть должно где-то писаться, что вы не обязаны то, что подается электронно, еще никто не запрещал, чтобы люди послали это почте. Понимаете, когда вы электронно, она вам номерочек дает сообщение там всякое. но когда вы по почте вы можете получить отправиться уведомлением. Я просто, вы спрашиваете, если вдруг техническая проблема месяца, строки истекают, значит нужно подать на бумажную версию. Нет, я не об этом, я говорю вот о чем. Возникает подозрение в контексте вот тех антииммиграционных там палок в колеса, что не является ли это такой формой скрытого саботажа, когда вроде бы по закону они не могут, а вот там не по закону, там тут ставил, там ставил, здесь ставил, вот что-нибудь такое. Ну возможно, но просто я вам сразу, наверное, не философствую на эту тему, прям сразу решение, что делать. Я бы, наверное, попробовала пару раз, если не получилось бы электронно, я бы отправила по почте с уведомлением, а потом бы написала туда email, или позвонила бы, спросила бы, или оно дошло. а если нет, тогда бы взяла бы номер запроса своего, чтобы человек с тобой разговаривал и все равно бы им отправила по почте. Если мы отправили по почте, не будет ведь греха никакого, если мы то же самое потом, когда система заработает, электронно тоже подадим. Ну, по идее, нет, но просто, наверное, не хотят, чтобы это было дважды подано. Но, наверное, если подаешь второй раз, там будет написано, когда мы подаем электронно, будет написано, что форма была уже submitted или нет, и также там может писаться, что она у вас в процессе. Это смотря какая форма, видимо, потому что... По идее, по идее, можно второй раз, в крайнем случае. Наверное, то, что попало первое в систему, то и будет... Хорошо. Вот я периодически читаю всякие издания, и там говорят, что так медленно, но верно, где-то тихо и сапой, где-то так вот под шумок, там, закручивается история с... Не история, обработка, что ли, ситуации с подачей на политическое убежище, что вообще какие-то кейсы липовые, какие-то люди там идут через границу, не поймешь что. Вот сейчас пишут, что как только перестали разлучать детей с родителями, резкая волна нахлынула новых, значит, иммигрантов, там они этих палатки не успевают ставить в этих лагерях, там как бы они спровоцировали дополнительный приток людей, там я не знаю, что происходит, они что-то такое крутят, они что-то чего-то добиваются, вот если, скажем, долго и по чуть-чуть, это же может быть существенный эффект. Можете конкретнее сказать, что вы спрашиваете? Конкретнее, я имею в виду какие-то процессуальные закорюки, которые позволят им больше отказов делать, или, допустим, вообще не принимать какие-то кейсы, вот как-то процессуально, процессуально делать так, чтобы было меньше шансов. Я понимаю, то есть, возможно, что так будут делать, но мы же не знаем, что вообще кто-то решит в какой-то момент поменять, но просто, наверное, такой трюк может произойти, просто чтобы уменьшить количество дел, которые в процессе, то есть, я не совсем представляю, как доберутся до вот этой очереди 300 тысяч семей, которых еще никак не вызвали на собеседование, то есть, сегодня вызывают практически 100% всех, кто подал месяц назад, вот, и немножко добираются до тех, кто подал пару месяцев назад, у нас в офисе лично вызвали где-то 2% людей, которые подавали пару лет назад, с начала очереди, но мы видим только, что вызывают практически 100% всех, кто подал через месяц, сегодня, но это может поменяться после 11 сентября, когда мы увидим, что все подают с истории документы, но я личное мнение, что через месяц, два-три, скажут, мы поняли, все, кто подает с истории, у них есть на чем базировать их дело, пусть себе спокойно сидят и получают право на работу, мы сейчас пойдем к началу очереди, начнем вызывать с той стороны, а вообще, может так произойти, что будет с двух сторон сразу вызывать, чтобы запутать нас, то есть, сейчас есть история, есть такая мулька, что на 50% до конца года, на 50% увеличится количество иммиграционных судей, то есть, они и так увеличили там процентов на 20-30, а сейчас хотят еще на 50% буквально до конца года, если увеличат количество судей, тогда есть шанс такой, не хочется про него думать, но есть шанс, что начнут вызывать очень много людей и отказывать просто больше, чтобы была у судей работа, потому что зачем два раза увеличивать количество судей, если мы говорим о том, что нужно расчистить очередь, которая до суда еще, которая на административном уровне, поэтому для того, чтобы дать этим судям работу, тогда будет быстрее, сейчас уже и так вызывают по 2-3 собеседования в день, то есть, если раньше делали 1-2, то сегодня могут вызывать 2-3 и стараются побыстрее это собеседование пропустить, то есть, у нас самые длинные были около 4 часов, а в основном они где-то 2,5-3,5 часа, а раньше были очень частые по 4-5 часов собеседования, Чикаго, например, стараются за 1,5 часа провести это собеседование, не все, но это цель. На днях генпрокурор он приветствовал выпускников новых судьи или офицеры иммиграционные, не могу сказать, и он им, по-моему, судьи все-таки они были, и он им сказал, что, друзья, мы все люди и так далее, но давайте все-таки вы на работе и ничего человеческого вам быть там не должно, оставьте в стороне ваше сочувствие, сопереживание и так далее, и так вот жестко давайте, то есть как бы установка такая жестко. Ну, слава богу, хочется, вот я по дереву постучу, потому что я все-таки наверно каких-то старых традиций и не то, что в своем мире, но верю в это все равно. Все-таки в последнее время дают довольно неплохо статус беженца в Сан-Франциско, то есть вот у нас была очень хорошая неделя, похвастаюсь просто, потому что мы так радовались в офисе, у нас вот там три недели назад было четыре дня подряд собеседования, прям понедельник, вторенький, третий-четырек, через две недели трое-четырех получили добро, а одни просто ждут. У них тоже сильный кейс, просто иногда не сразу есть ответ. То есть вообще была прекрасная неделя, вот все там писали, радовались, причем абсолютно разные дела, у кого-то больше документов, у кого-то мало, по разным линиям, кто-то из России, из Украины, вот, поэтому все-таки даже мы попали не на совсем хороших офицеров. Вот, а так очень многие ждут ответа. Сегодня, я бы сказала, процентов сорок людей не получают ответ, как положено через две недели, потому что стали активно вызывать, но не успевают подготовить ответ. Поэтому люди просто ждут, и что это значит, что в какой-то момент они получают право на работу, как будто они ждали бы, как раньше, вообще самого собеседовать. То есть, это ничего ужасного, просто неприятно, что никакого ответа нет. Есть зато разрешение на работу в какой-то момент. Светлана, давайте я задам вам вопрос, который как-то у нас обычно мы до него не доходим. Отсроченные последствия. Вот, человек подал на политическое убежище. Насколько я понимаю, люди, получившие статус, находятся в абсолютно уникальной ситуации с точки зрения вызова родственников. Это так? Да. Расскажите, как работает машина. Не надо сравнивать с другими, бог с ними. Но вот, итак, сегодня я получил статус политического убежища. В течение какого времени и каких родственников и как быстро я могу привести? Сегодня я получил статус беженца. Значит, если есть муж, жена, дети до 21 года, которые не женатые, которые остались в своей стране. То есть, допустим, бизнес-почередник. Значит, есть только два года с момента одобрения статуса, чтобы подать специальные петиты, которые сами петиты денег не стоят. Но просто, если кто-то будет помогать, адвокат, это может стоить денег. А так, это бесплатный запрос, и его обязательно нужно сделать в течение двух лет, не позже, с момента получения статуса. И тогда в течение года приезжают жена или муж, и дети до 21 года, на каждого нужна своя такая петиция с таким же статусом. То есть, со статусом беженца тоже. Причем, эти члены семьи не должны доказывать, что их последует, они только доказывают родство, по сути. Вот. То есть, эта форма называется А730. То есть, это специальное такое воссоединение для только муж, жена и дети до 21 года. Если остались родители, дети старше 21 года, дети женатые до 21 года или после, братья и сестры, их, к сожалению, только можно воссоединять позже. Позже это когда? Окей. То есть, к сожалению, дольше всего надо ждать родителям и братьям и сестрам, которых можно только воссоединять по иммигрантскому воссоединению, имеется в виду просто по воссоединению, когда у человека есть гражданство американское. Если остались дети, которые старше 21 года, тогда, ну, не женатые, тогда на них можно подавать документы, получив грин-карту, но до гражданства. Вот. А есть еще отдельная линия воссоединения, которой занимается офис по миграции. Очень часто церкви помогают с этим. Это линия по Латтенберг-паролю, когда человек должен доказать, что он беженец в своей стране. То есть, пройдя собеседование в посольстве, тогда это беженское воссоединение. Нужно доказывать, нужно делать эти древиат родства, и тогда беженцы могут воссоединять других родственников, типа родителей, братьев, это как мы в свое время, правильно? Да, только этим не занимаюсь я. Не знаю, ли другие адвокаты миграционные этим занимаются, скорее всего, нет. Этим занимаются обычно в церкви, то есть, скорее всего, это люди, которые по религии едут. То есть, это может быть только религиозное воссоединение, это не может быть другое беженское воссоединение. То есть, допустим, я получил сегодня статус беженца, у меня остались родители, которые по политике хотели бы, активисты. они не могут по этой линии беженской воссоединиться по Латенберг-паролю, это только работает для людей по религии. То есть, обычно это или евреи, или протестанты, баптисты, 50-ники, 3-и-и-еговы. То есть, они могут пользоваться этой программой через офис миграции и по специальным документам, которые оформляют обычно через религиозное учреждения. И эта программа, она то открыта, то закрыта. То есть это программа по Латенберг-форолю. Но там можно и братья по сестер, ведь тоже, да? Там нет. Да, да, да. То есть там этой программой просто не занимаюсь я, и я не всегда слезу, открыта она или нет, но когда она открыта, тогда нужно делать вот такое, можно делать такое воссоединение, но разница в том, что если человек получил статус беженца, и у него осталась жена или муж и дети до 21 года, они не должны доказывать, что их преследуют, а по беженской линии человек, который проходит собеседование в своей стране, должен доказать, что беженец иначе могут не пустить. То есть там недостаточный распад. То есть это на самом деле очень существенное преимущество перед тем, кто например, приехал по грин-карт-лотереи. Он приехал, получил свою грин-карту, дальше он хочет присоединить там, я знаю, своих детей, например, несовершеннолетних от первого брака. Например, и он не может так просто их раз и все. Если человек получил грин-карт по лотереи, тогда дети которые несовершеннолетние идут вместе с ним. Это если он с ними как бы приехал, а если он хочет задним числом потом их как-то, если они в заявке были? Ну, если человеку есть грин-карта, ему вообще проще, потому что дети, которые до 21 года, зачем им доказывать, что их преследуют тоже как беженцев, то есть они могут просто, и зависит от программы, просто их воссоединяет, где-то полтора-два года занимают, чтобы их воссоединить, а так где-то год по беженской линии, но детям тогда нужно свою историю и примеры, и справки преследований по религиозной линии. То есть им лучше тогда простое делать воссоединение. Хорошо, давайте тогда, может быть, так. Вот те люди, которые раз мы так, дайте, по беженству, по политическому убежищу, вот есть какая-то специфика текущего момента? Вот, допустим, вот сегодня очень важно знать, что, вот что это будет? Для беженцев, да? Значит, очень важно знать, что нужно хотя бы пару месяцев готовить свою историю, значит, нужно по любой линии, то есть мы говорим политика, религия, национальность или меньшинство, нам нужно доказать участие, принадлежность к этой категории, и нам нужно показать систематическое преследование, то есть участие, если это национальность, то это там фотографии, документы, биографические, если это религия, значит, там какие-то фотографии, тоже там, может быть, сертификации крещения и так далее, подтверждение религиозной деятельности. Если это политика, значит, фотографии, там, пожертвования в мембершип, харты и так далее, то есть нужно показать принадлежность категории, нужно показать ущерб. Ущерб может быть физически, моральный и материальный, физически и материальный легче доказывать. Фотографии, справки, документы, всякие протоколы, вызовы куда-то. Поэтому нужно показать и принадлежность к категории, и систематическое преследование. Если будет один пример преследования, даже очень сильный, этого может быть недостаточно. А вот я хотел уточнить. Вот человек едет в США. Виза у него, допустим, гостевая. И у него там полный чемодан или, может быть, неполный. Всяких аргументов, документов. Доказательств. Доказательств. А разве его не развернут на границе? Это очень, конечно, плохая идея так сделать. А как люди привозят все это реально? Мы не должны людям советовать, что им делать, но в идеале, то есть они должны не в идеале, как правильно. То есть человек должен приехать и принять решение, что он остается или она уже на месте, находясь в штатах. Поэтому все, что нужно иметь, это нужно иметь в электронном виде. А потом, если нужны какие-то оригиналы, нужно просить кого-то их прислать, потому что они понадобились в процессе оформления документов. А могут сказать, а давайте оригиналы, вот не годится копия? Да, оригиналы. Это проверенные или сертифицированные, но просто переводы имеют английский язык, тех документов. И с тобой вести это очень опасно, потому что чревато тем, что могут в аэропорту это все найти и развернуть людей обратно. И такие случаи уже были. Из практики тех людей, с которыми вы общаетесь, как они физически, оригиналы, как попадают к ним в руки? Что происходит? Люди просят, чтобы им прислали это потом в курьерской почве. То есть это может быть FedEx, QPS или DHL. То есть это нормально находится? Ну, смотрите, если потеряется, нужно, чтобы хотя бы были сканы. То есть сканы все равно нужны для начала работы, для подготовки всего. Поэтому, чтобы лучше всего подготовиться, нужно иметь сканы и переводы. А оригиналы, когда человек уже приехал в Америку, решил остаться и понял, что эти документы, их надо прислать после. Еще часто спрашивают, давайте такой вопрос, может быть, наивный немножко, но все-таки. Вот спрашивают, если я подам документы на политику, не пострадают ли мои родственники, оставшиеся в Туркмении, Узбекистане, Казахстане, Российской Федерации и так далее? Вот такой интересный вопрос. А иметь в виду, пострадают от того, что он родину предал, а они там живут в таком режиме, который за это может обидеть? Ну, когда человек подает на статус беженца, никто в их стране об этом не знает, если человек сам им об этом не скажет. И абсолютно перед каждым собеседованием, то есть осалом интервью, офицер начинает с того, что говорит, что сегодняшнее собеседование будет строго конфиденциальным. Никто в вашей стране не узнает не только составляющие ваших документов, но также о факте, что вы подали на это. Поэтому, да, в посольстве той страны, откуда вы уехали, могут знать, что вы уехали и не вернулись обратно, но вы могли остаться по выигрышу лотереи, потому что вы сменили статус на рабочую визу, на студенческую. И это не плохо и не нарушение о том, что подали на статус беженца, обычно это все конфиденциально хранится. Такой вопрос. Вот у меня недавно мысль такая была в одном разговоре, я участвовал, и я не помню точно, вот вы мне скажите, потому что вы лучше знаете, есть такое место в процессе натурализации, да, приезда в США, там, сначала Гринкарда, потом гражданство, где человек должен сказать, чтобы получить вот это право голоса, там, гражданство и так далее, где он должен сказать, что я как бы согласен с Конституцией, там, Соединенных Штатов, да, что вот я... Я имею в виду то, что присягаю, что я буду лояльна в этой стране, да? Нет, именно Конституции. Да, то есть это на гражданство, когда люди подают, там на самой последней страничке, там спрашиваются, там в основном вопросы касательно всяких там нарушений закона, и в основном у людей ответы нет, ну только маленькое количество людей, у кого там были какие-то нарушения, а потом там везде люди просто автоматически вслепую, как говорится, отвечают да. Да, то есть поддерживаете ли вы Конституцию Америки, согласны ли вы взять оружие, если понадобится защищать Америку, согласны ли вы, да. То есть такие вопросы есть, значит, там такой вопрос, ну, я, может быть, не буду его точно знать дословно, но do you support, по-моему, там написано, что do you support Constitution of the United States, и там, просто do you support, то есть вы поддерживаете. И если скажешь нет, ну, наверное, будет проблема с получением гражданства. Я просто что смотрю, что вот мы видим часто наших соотечественников, которые здесь легализованы, там, со всеми статусами, гражданствами и так далее, которые, допустим, выступают с откровенно расистскими какими-то лозунгами, там, вот, ну, что надо гнать, там, вот, я не знаю, там, афроамериканцев, или там, латинос, или там, еще что-то. И я спрашиваю себя, есть ли в этом, как бы, выход за рамки тех обязательств, которые человек на себя принял, когда, как бы, подавал на гражданство или на грин-карту. У меня такое ощущение, что я такую заполнял еще в американском посольстве до того, как мы вообще в США попали, что мы, там, признаем Конституцию, там, и так далее. Нет ли в этом какого-то нарушения? Вот приехал человек и делает нечто, что противоречит Конституции, или скажем так. Я думаю, а какая разница между тем, что человек получил это гражданство, или он родился в этой стране, в Америке? Когда он родился, он не брал на себя обязательства, он не говорил, я, значит, так, вы меня, давайте, я рожусь, вот, прежде чем я рожусь, вы, я, я согласен, что я поддерживаю вашу Конституцию, давайте уже, значит, родите меня. Это, он, как бы, по праву рождения. То же самое, как бенефиты, там, типа, вэлфера, если он здесь родился, и он, ну, ну, так он и родился. А если ты иммигрант, и ты обещал не быть, то, что называется, паблик чардж, но ты все-таки оказался на вэлфере, это совершенно другой аспект, как бы, получается. Ну, да. Смотрите, были, были всякие такие предложения пересматривать кейсы, то есть пересматривать дела людей, которые уже получили гражданство, и искать там потенциальный обман, то есть потенциальный фрод. И, в принципе, никто не запрещал отозвать гражданство, если люди начинают, там, спионить, или начинают какие-то делать вещи, которые во вред Америке. Ну, это серьезные преступления. То есть, наверное, теоретически, то есть, наверное, теоретически, такое возможно, просто должна быть организация, департамент, который будет этим заниматься. Понятно. Ну, слава богу, такого нет еще. Хотя, вот, вы знаете, вот эту историю, там где-то около тысячи человек, которых сейчас лишают гражданства, которые родились. Да, вот я именно про это, я на это и сказала. Не поймешь, в Мексике или в Америке, где им выписали сертификат о рождении, понятно, что была Америка, но вот там через дорогу мексиканская деревня, и где он точно родился, никто не знает. А при этом нашли там пару человек, то ли священников, то ли врачей, которые выписывали свидетельство о рождении американские, даже тем, кто не родился в Америке. То есть, такое тоже было, и от них требует, чтобы они доказали. То есть, никто не говорит, мы доказали, что ты родился в Мексике. А они говорят, вот теперь ты иди и докажи, что родился в Америке. По идее, нужны тогда такие заверенные, которые знали, в тот день находились рядом. Ну, да, да. Ну, хорошо, Светлана, спасибо большое. Значит, и давайте мы тогда уже до лучших времен, имеется в виду, когда появится что-нибудь такое жарененькое. Новенькое что-то. У меня такое ощущение, что недолго ждать тут они... Я думаю, что, наверное, через месяц, после 11 сентября, мы будем видеть, продолжать людей вызывать через месяц после подачи или нет. Угу. Ну, хорошо. Ладно. Будем делиться новостями. Все, тогда вам привет, нашим зрителям тоже, и до новых встреч. Спасибо, всем удачи, здоровья. Счастливо. До свидания.